Ребят, всем привет! В общем, у меня калина подходит к 100 тысячам пробега и у меня начинает она сыпаться потихоньку. На этот раз у меня легла стрелка, которая показывает температуру двигателя. Сейчас попытаюсь решить эту проблему, но это сниму, что как, куда я делаю. Для начала я протестирую панель приборов. Насколько вообще, ну, рабочая стрелка не в ней ли проблема. Делается так. То есть выключаем зажигание, зажимаем вот эту кнопку reset, держим ее. И затем включаем зажигание. Сделать это сейчас, пока я не могу, руки заняты. Сейчас покажу результат, что из этого выходит. Вот так проходит тест этих стрелок. То есть, там, не знаю, там 3-4 секунды, если кому надоело, можете отключить просто зажигание, и все, у вас нормализует. Ну, либо дождаться, он там 10-5 секунд, наверное. Ну и все, в общем, стрелки нормальны. Теперь лезем под капот автомобиля. Контролирует температуру двигателя два датчика. Первый это здесь, в термостате. Он нам не интересен. Нас интересует датчик, вот этот, с одним проводом, который входит в головку блока цилиндров. Расположен он, конечно, через жопу. Фиг достанешь, не знаю, сейчас надо будет, не надо снимать этот воздушный фильтр. Ну, посмотрим, покажу. Соединяем. Обычно засовываем руку, прокручиваем, как чтобы нам удобно было. Зажимаем пальцами, достаем, то есть зажимаем вот эти вот вещи. То есть по овальной стороне, что ли. Так, зажимаем, они расходятся, зажимаем. И дальше сдергиваем его. В общем, чтобы удобнее было работать, я решил снять аккумулятор и воздухан. Вот. Моя цель, это вот этот датчик. Сейчас его буду выкручивать. Ну, все, приступаем к демонтажу. Берем головку на 21, вставляем и немножко прослабляем этот датчик. Сейчас датчик уже можно прокрутить рукой, поэтому я отключаюсь, беру, сразу готовлю новый датчик, чтобы быстро этот снять, этот поставить на место. Поэтому сейчас отключусь и уже займусь установкой нового. Ну, все, новый воткнул. В общем, потерял я, наверное, грамм 100 охлаждающей жидкости. В общем, все собрал, поставил на место, все датчики подключил. Эту колодочку, ту. Все на место. Аккумулятор. Ну, в общем, проблема разрешилась. Все, стрелка, которая показывает температуру двигателя, начала ползти вверх. Причиной несправности был вот этот старый датчик. В нем была причина. Найти ее можно было гораздо еще быстрее, то есть, прям не снимая с двигателя, просто мультиметром проверить показатели. То есть, один щуп сюда воткнуть, другой куда-нибудь на массу. И мы бы по состоянию электрических характеристик и сравнением с таблицей нормальной могли бы определить, годный он или нет. Ну, я сделал так. Выкрутил, поставил новый, все заработало, все хорошо. Ну, я доволен результатом. Для чистоты эксперимента решил замерить температуру датчика. Он мне полежал дома там пару часов. Сейчас замеряем сопротивление вот этого датчика, который выкрутили из машины. Выставляем мультиметр на 20 кОм. Один щуп воткнул в клемму, второй прикладываю к нему. Ну, собственно говоря, и измерение. 4,36 кОм. Все, теперь будем сравнивать по таблице эти значения. Соответствуют они температуре комнаты нашей, которая была 24 градуса или нет. Для чистоты эксперимента решил провести измерения в других температурных режимах. Налил сюда разогретую воду. Температура ее... Ну, она у меня кипела, блин. Сейчас там время пройдет. Отключился, блин. Видимо, очень горячая. 57, 60, ну, блин, где-то, наверное, в районе 60 градусов. Вот. Ну, 57, там, 60 градусов. Все, я подключил очень датчик. Сейчас у него сопротивление 4,66 Ома. Я опускаю его в эту теплую воду и смотрим изменения. Что за хрень, блин? Почему прыгает? А, наверное, у меня контакты там не особо. Сейчас пускай нагреется. На датчике начинает падать сопротивление его. То есть, как стабилизируется, я закончу снимать показания. Ну, примерно 3,60, 3,50, не суть. Все, в общем, сейчас посмотрю по таблице, чему это соответствует. Я это называю пытливый ум, рукам покоя не дает. Я взял этот датчик и немножко его напилил. Посмотреть же, ну, интересно, как он устроен. Сейчас его мы будем лоботомию делать. Скрывать. Ну, вот, собственно, что здесь? Я наблюдаю. Какую-то хрень. Может, это я, наверное, это когда пилил, все это дело испортил. Блин, ясно теперь, что тут такая вот фигня. Поэтому он и не работал. А так еще вполне нормальный. Ладно, все, отключается. Ребят, в общем, моя проблема была вот в этом датчике, который я вывернул, который распилил и так далее. Вот. Ну, если кому понравился видос, ну, поставьте лайк. Кому нет, поставьте дизлайк. Вот. А в целом, всем хорошего настроения. Давайте. Удачи на дорогах. Всего самого хорошего. Давайте. Пока.